Привет! Сегодня я к вам с рецептом вкусной курочки. По вкусу такая курочка не уступает, а даже по оценке моих родных превосходит покупную курицу из КСС. Секрет в панировке. Еще расскажу, как я готовлю картофель фри, чтобы он не уменьшался в размере и масло в себя практически не впитывал во время жарки. Был вид отличный, а самое главное вкус настоящей картошки фри. Внутри мягенькая. Еще покажу, как готовлю компот из сухофруктов. Итак, приступаем. Куриные крылья разрезаем на части. У меня полтора килограмма крыльев. Кладем в миску. Маринад на ваше усмотрение. Я мариную так. Режу одну большую луковицу четверть кольцами. Добавляю к крыльям. И добавляю соль полторы чайной ложки. Из расчета на один килограмм крыльев одна чайная ложка соли. И приправу для окорочков одна чайная ложка с горкой. Если хотите острые крылышки, добавьте перец чили. Я добавляю совсем немного. Перемешиваю. Убираю в холодильник на час. Можно на ночь. Все на ваше усмотрение. А теперь готовим секретную панировку, которая придаст тот самый вкус. В миску кладем муку 10 столовых ложек. Добавляем 2 столовые ложки картофельного крахмала. На данном этапе можно сразу добавить паприку. Одну чайную ложку. Я добавляю ее немного позже. Перемешиваем. Панировка готова. Достаем подготовленные крылышки и обваливаем их щедро в панировке. Перекладываем в сито. Лишнюю муку просеиваем через сито. В большую емкость, у меня большая кастрюля, наливаем холодную воду. Я наливаю прямо из-под крана. И опускаем в сити крылышки. Держим ровно 10 секунд. И вынимаем. Даем воде стечь и сразу опускаем еще раз в панировку. Стараемся обвалять хорошо каждое крылышко. Благодаря двойной панировке появляются неровности и бугристости, которые превратятся потом в хрустящую курочку. Добавляем 1 чайную ложку паприки и сладкой. И еще раз все хорошенько перемешиваем. Паприка придаст курочке золотистый аппетитный цвет. В сковороду наливаем растительное масло. Хорошо разогреваем. Кладем крылышки и жарим с двух сторон до золотистого цвета и готовности. По времени занимает 10-12 минут. На гарнир у меня картофель фри. Сейчас расскажу, как я его готовлю. Но сначала хочу вам похвастаться своим новым приобретением. По совету моей подписчицы купила набор посуды бренда Рюндл. Уже протестировала на своей кухне и осталась довольна. Я выбрала набор из двухходовых кастрюль объемом 4,8 литра и 2,8 литра и 2 ходовых сковородки. Диаметр 20 сантиметров сковорода для зажарки, 24 сантиметров для жарки. Крышка подходит и на сковородке и для кастрюль. Покупала на зоне, там сейчас привлекательная цена, а мой промокод дает еще дополнительную скидку. Ссылку и промокод на 10% для покупки на зоне я оставлю под видео. Пользуйтесь с удовольствием. Теперь расскажу, как готовлю картофель фри. Картофель очищаем и разрезаем на брусочки. Я обычно пользуюсь овощерезкой. Перекладываем в большую миску с солем. На 1 кг картофеля я кладу 1 чайную ложку соли. Перемешиваем и оставляем на 5 минут. Соль из картофеля вытянет лишнюю влагу. Теперь картофель хорошо промываем в холодной воде. Откидываем на дуршлаг. В большую кастрюлю наливаем воду. Доводим до кипения. Как вода закипит, снимаем с огня и опускаем в кипяток картофель. Держим картофель в кипятке ровно 1 минуту. Вынимаем и откидываем на дуршлаг. Даем картофелю стечь. В сковороду, у меня диаметр сковорода 20 см. Наливаем растительное масло. Хорошо разогреваем и небольшими порциями кладем картофель. Обжариваем до легкого золотистого цвета. Еще у меня сегодня компот из сухофруктов. В кастрюлю объемом 2,8 литра кладем 400 грамм сухофруктов промытых. Заливаем водой, добавляем 2 столовые ложки сахара. Закрываем крышкой, доводим до кипения, огонь убавляем. Делаем минимальный и томим 20-25 минут. Затем выключаем, даем компоту настояться. Подаем к столу крылышки с картофелем фри и разливаем компот по стаканам. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, поделитесь в соцсетях или напишите комментарии. Ваши отзывы самые лучшие награды для меня. Подписывайтесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А я вам желаю приятного аппетита, пушите вкусно и будьте здоровы! Субтитры сделал DimaTorzok